Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в обзоре любопытнейший гаджет. Именно гаджет, так как это USB-устройство для автоматического поворачивания шампуров на мангале. Называется это Шампур-Аверт Самжарыч. Производит его компания УМК. И сейчас мы увидим, что же содержится в этой коробочке. Шампур-Аверт Самжарыч. Пакетик с приводом. USB-шнур для подключения питания. Руководство по сборке. Комплект шампуров из нержавеющей стали. Добротные. 5 шампуров. И специальная пластина, на которую монтируется этот привод. Привод приводит в движение все пазы для все шестеренки, в которые будут вставлены шампуры. Сам привод устанавливается на стенку мангала. И ответная пластинка, которая устанавливается на мангал, для того, чтобы на нее можно было опереть шампуры и они свободно крутились. Сейчас все покажу. Солнце ярко светит, нержавейка блестит. Для питания привода нам понадобится пауэрбанк или любое другое устройство, к которому можно подключить вот такой обычный USB-штекер. Его мы подключаем к приводу с помощью вот такого шнура, который идет в комплекте. Втекаем шнур в привод. Подключаем все это дело к пауэрбанку. И вот таким трехпозиционным переключателем сейчас будем включать привод. Движется в одном направлении и в другом. Среднее положение переключателя – это останов. В самом приводе есть потайной кармашек. В нем хранится, обратите внимание и не потеряйте, вот такой квадратик, который нужен для того, чтобы подключить сам привод к пластине, которая будет двигать эти шампуры. Примерим автоматический шампур-аверт на наш мангал. Собрать и установить сам жарыч очень просто. Но это нужно делать до того, как вы растопите мангал. Для начала возьмем вот эту шпонку, которая входит в комплект. Установим ее в привод. На пластине, которая отвечает за движение всех шампуров, отогнем язычки, с помощью которых эта пластина будет держаться за мангал. И установим привод на пластину, таким образом, чтобы шпонка попала внутрь вот этого механизма. Устанавливается простым навешиванием. Сейчас я покажу, как у нас получилось. Вот этот механизм у нас подключен к приводу. Устанавливаем этими язычками на стенку мангала. Естественно, привод наружу. Довольно надежно. И вот эту ответную планку, с ней проделаем те же самые действия. Немножко отогнем язычки. Ну и делаем так, чтобы эта планка была прям напротив планки с приводом. Сам жарыч можно устанавливать на любые мангалы, у которых по внутренней стенке размер будет не более 42 см. Установим шампуры и проверим работоспособность устройства. Шампуры устанавливаются в пазы. Вот этот шампур установим сейчас в центральное отверстие. Подключим устройство к пауэрбанку и проверим, все ли правильно мы собрали. Включаем пауэрбанк. Отлично! Все работает, крутится, вертится. Сейчас будем загружать угли. И будем готовить шашлык. Пауэрбанк. Продолжение следует... Угли готовы. Будем устанавливать шампуры шашлыком на наш сам жарыч. На 5 шампуров ушло почти полтора килограмма мяса. И самый главный центральный шампур водружаем на свое место. Готовы включать. Что ж, вкалывают роботы, а не человек. Смотрите, какая красота. Мне остается только наблюдать за тем, как жарится мой шашлык. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Музыка Самое главное, когда жаришь шашлык с помощью сам жарыча, это не потерять бдительность. Ведь когда ты идешь заниматься своими делами, кто-нибудь может спереть уже готовый шашлык. Музыка Шашлык приготовился. Приготовился замечательно, не подгорел, равномерно прорумянился. И сейчас я выключаю эту магическую штуку, снимаю шампура. В принципе, прожарился он равномерно. Его вкусовые качества я сейчас буду проверять. Приготовился шашлык без моего участия. Сам жаришь это прикольная штука, интересный девайс, который можно подарить друзьям, а можно и купить себе и съездить с этой штукой на природу. И приготовить на природе что-нибудь особенное, как-нибудь по-особенному. Вопрос, который многие могли бы задать, не пострадает ли пластик редуктора от жара углей. Как видите, нет. За 20-15 минут работы самого мангала, да и до этого, пока угли разгорались, ничего с ним не произошло. Даже сама вот эта нержавейка абсолютно без цветов побежалости. То есть здесь никакого такого крупного температурного воздействия абсолютно нет. То же самое касается и вот этого механизма, который как раз и крутит шампуры. Здесь с обратной стороны даже бумага у нас не сгорела. Ну не знаю, зачем, правда, ее прикрепили сюда, но тем не менее она осталась целая. Вот на ответной части чуть-чуть она потеряла свой товарный вид из-за того, что немножко неровно мясо положил. Но тем не менее, все вполне цивильно и просужит, я думаю, очень-очень долго. Вот такая штука. Стоит сам жарыч около 2000 рублей в розницу в Новосибирске. Приобретайте, дарите своим друзьям, пользуйтесь на здоровье. Ну а я с вами прощаюсь. Пока. До новых вкусных встреч. Субтитры подогнал «Симон»!